Теперь о ситуации с масштабным отключением электричества в Подмосковье. Сегодня днем подача света и тепла вновь началась в тех районах, которые провели в Теноте последние 6 суток. Бригадам ремонтников удалось восстановить провода, поврежденные ледяным дождем, неделю назад. Правда, начали поступать и новые сообщения об отключениях электрокснабжения. Снегопад и порывистый ветер в эту новогоднюю ночь стал причиной падения сотен деревьев прямо на линии электропередачи. С 18 часов 31 декабря до 13 часов 1 января энергетиками МАЭСКО было снято с линии электропередач 1050 деревьев. Поэтому на данный момент, к сожалению, есть случай отключения некоторых населенных пунктов в Раменском, Русском, Подольском, Орехово-Зуевском, Павлопосадском и некоторых других районах Московской области. В первую очередь подключаются социально значимые и жизненно важные объекты. Это имеется в виду котельные, водозаборы, больницы, школы, дома престарелых, детские дома и так далее. Затем объекты транспорта, имеется в виду аэропорты, железная дорога, крупные населенные пункты и вообще населенные пункты с постоянным проживанием людей. Дачные поселки, не садовые товарищества, где постоянно не проживают люди. Они подключаются или параллельно во время основной работы, или уже в последнюю очередь. О подключении электричества в Подмосковье сегодня вновь шла речь на совещании у Владимира Путина. С докладами к премьеру спустя сутки пришли глава Минэнерго Сергей Шматко, руководитель межрегиональной сетевой компании Николай Швеция и губернатор Московской области Борис Громов. Всех электриков, которые трудились в новогоднюю ночь, Владимир Путин поблагодарил и распорядился дать им премию. А еще потребовало разобраться со случаями, когда жители просили заплатить за подачу света. У вас и всех, кто работал, ремонтников, хочу поблагодарить за эту работу. И, кстати говоря, работа в праздничные дни должна быть соответствующим образом оплачена, и премии должны быть присмотрены. Для нас самим важен, тем не менее, не процесс, а результаты. Об этом и поговорим. И, кроме того, я вчера губернатору Московской области говорил об этом. У меня есть информация о том, что в некоторых местах судей требовали деньги незаконно за подключение. Буду просить правоохранительные органы самым тщательным образом проверить эти сигналы. Губернатор Подмосковья, министр энергетики и глава межрегиональной сетевой компании, напомню, по распоряжению премьера новогоднюю ночь провели в пострадавших районах. Там, где, несмотря на усилия ремонтников, люди рисковали встретить праздник в полной темноте. Если бы не приезд высоких гостей. Дмитрий Петров расскажет подробнее. С разноса у главы правительства губернатор Подмосковья попал прямо на новогоднее торжество. В деревне Курово, русского района, свет дали буквально за час до боя курантов. Ну а сатаневшие от недельного прозябания селяне оттаяли быстро и на высокого гостя почти не злились. Тем более, что губернатор перед ними повинился. Просто хочу извиниться и за наши службы все, и за энергетиков, и за природу, за то, что вот такие неудобства некоторые мы испытали. Борис Громов привычно пообещал землякам уже завтра, то есть 1 января, окончательно решить вопросы с электроснабжением для всех. Новый год глава Подмосковья встретил в автомобиле на пути в соседнюю деревню Окатова. Ровно в это же время по другую сторону от столицы в обесточенные и заваленные снегом деревни Раменского и Подольского районов прорывался министр энергетики Сергей Шматко. Для него оказалось новостью, что совсем рядом с Москвой люди живут без электричества почти неделю. После разговора с бессильным главой поселения министр сделал вывод, что уже в первый день Нового года проблему все-таки удастся решить. И подавляющее большинство жителей Подмосковья уже завтра должны жить и работать или праздновать, отдыхать в нормальных человеческих условиях. А еще министр предложил забирать в госсобственность частные сетевые компании, которые не справляются со своими задачами, чтобы впредь исключить подобные ситуации. Если там автоматически отключен массовый выключатель, повторно включить массовый выключатель. Перед этим осмотреть оборудование. Время 23.22. А это уже глава сетевого холдинга Николай Швец. В том же Раменском районе инспектирует электроподстанцию. Дежурный докладывает, что в поле до сих пор работают две бригады электриков, а всего задействовано 12 бригад. Но вот в деревне Вертячево в 150 дворов свет пока так и не дали. До сих пор лежат около 110 опор основных магистралей. Вот опора завалена здесь. Здесь просто глухо. Здесь все завалено опорами. И Воскресенская тоже нельзя запитать. Сейчас генераторы туда везут. Но местные энергетики пытаются успокоить начальника. Тоже обещают все починить в течение суток. Когда завершим подачу напряжения во все населенные пункты? Значит, за подачу напряжения во все населенные пункты, без применения генераторов, мы завершим завтра к 10-11 часам. Удивительно, что во всех деревнях, которые посетили высокие гости, свет был подан почти сразу после того, как премьер отчитал своих подчиненных за бездействие. Дмитрий Петров, Игорь Карачин, Николай Ломакин, Вячеслав Колпачков. Вести. Московская область. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова